Игра столов. Песнь ножа и вилки. Десерт близко. Ресторанный критик, автор телеграм-канала Маргарита Горкина в Израиле. Маргарит, приветствую. Приветствую, Настя. Ну, на оператив у нас сегодня борьба с мошенниками. Да. Во-первых, телеграм Маргарита Горкина в Израиле. На сегодня хакнут, его украли. Злые, злые, плохие люди. Ну, это не важно уже. Нас не касается все это хозяйство. Важно, чтобы люди понимали, что та история с криптой, которая там крутится, не имеет никакого отношения ко мне. Потому что я очень боюсь, что люди будут составлять свои деньги, например. Понимаете? Потому что уровень доверия высок оказался. Меня частенько сейчас спрашивают. Ну, порядка сотни сообщений я получила. Маргарита, это ты? Маргарита, это ты? Хорошо, что люди спрашивают. Маргарит, я скажу вам такое. Потому что у меня был один раз, когда меня взломали Инстаграм. И несколько моих друзей, недолго думая, отправили деньги. Вот этого боюсь больше всего. Вчера дико боялась. Я всех просила, чтобы писали. Еле дождалась сегодня, чтобы сказать, пожалуйста, не переходите по ссылкам, не общайтесь. То есть, если вам будет приходить что-то с моего фейкового аккаунта, это не я. И этого не нужно делать. Пока мы восстанавливаем канал. Вся информация из Телеграма сохранена. Перезалит на жесткий диск и так далее. Мы это будем восстанавливать чуть позже. Пока я все пишу у себя на Фейсбуке. Буду писать. Уже я сделала ревизию на новое место. Тель-Авивское сегодня. Чудесное место с завтраками. Фейсбук Маргарита Горкина, соответственно. И есть Инстаграм. Исра Реста Мир. Тоже туда я все выкладываю. У меня сторис больше были рабочими. Теперь я буду выкладывать посты. Чуть позже тоже. Вот после эфира выложу туда пост про завтраки новые. Пожалуйста, подписывайтесь. Исра Реста Мир. Инстаграм. И Фейсбук Маргарита Горкина. Маргарита, здесь у меня вопрос небольшой еще про Телеграм. Все-таки достаточно очень удобный был ресурс ваш конкретно. Получать информацию. Вы будете создавать новый Телеграм-канал или пытаться вернуть старый? Я чуть-чуть пытаюсь вернуть его. Ну, то есть не чуть-чуть, а пытаюсь. Но это очень сложный процесс. И он не однодневный. И меня он не устраивает. Потому что это моя работа. Она ежедневная. Она огромная. И, скорее всего, я что-то перезалью на новый канал. И мы с вами это все вместе потом расскажем. Да, просто я сделаю, скорее всего, новый канал. Потому что я открыла. У меня больше нет доступа к тому Телеграму совсем. Они забрали вместе с номером. Именно Телеграм. Там серьезные ребята были. И это не то, чтобы я совсем уж дурочка. Я просто хочу сказать, что да. Поэтому, наверное, это будет все-таки новый. Но чуть позже я приму решение. Я на данный момент принимаю решение. У меня вся информация есть по старому Телеграму. Он был великолепный. Я его обожала. Вот я прямо это говорю. Новый будет. Еще лучше. Я его обожала. Да, да. Поэтому я спокойна. Читайте пока Facebook и Instagram. Давайте я что-нибудь расскажу. Да, давайте закусим. Закусим эту неприятную историю вашей поездкой в ЦФАТ. Да. Вот сейчас так люди все. Ну вот. Потому что ЦФАТ вызывает такие все время. На меня смотрят, конечно, дико. Я там, я не знаю, там раз 10 уже. Я была 12, наверное. И все, кому я говорю, что я обожаю ЦФАТ, смотрят на меня немножко с удивлением. Ибо город не светский. Город религиозный. Это один из четырех святых городов Израиля. Я его люблю нежно и трепетно в первые секунды, как я в него попала. С чем уж это связано, не знаю, мое. Мне приятно там находиться вообще всегда. Что туда нужно иметь в виду, когда ты едешь? Во-первых, город невероятно тихий. Город, такая машина времени своеобразная. Город, где живут... Город, который расположен на горе Мирон. И видят все на гору Мирон, где собираются каббалисты. Все обряды проходят там. Там многообразие сифардских церквей и старейших, да, в Израиле и так далее. Ой, господи, синагог. Ну вот, да, а нам нас 50 с лишним лет проживания в России. Ну что вы хотите, да? Синагог. Они фантастические, они прекрасные. Но, поскольку у нас речь с вами о еде, рассказываю, что нужно поесть, когда вы впервые поедете в Сифар. Не то, чтобы это была гастрономическая столица, но свои секреты там есть. Их нужно знать. Во-первых, в Сифаре несколько виноделин. Одна из самых ярких, но не самых удачных при подаче, сейчас объясню почему, Абухаб. У нее великолепный вид в этой винодельни, великолепная терраса, неплохое вино. У израильских мест иногда бывает такой серьезный недостаток, что к температуре вина относится очень небрежно. И это здорово сказывается на его вкусе и качестве. То есть белое не охлаждают или, наоборот, красное в холодильник запихивают. Красное не охлаждают, так как нужно. Неправильная температура, и это, конечно, мучительно было в последний раз. То есть я однажды пришла, было все прекрасно. Второй раз я пришла, температура такова, что ты пьешь и думаешь, господи, ну зачем? Ну то есть, понимаете, грубо говоря, чтобы люди поняли, да, разница. Есть холодная баранина с застывшим жиром, да, а есть вот с пылу с жаром, да, и это две разные истории, как бы, да. То же самое с вином, у него должна быть та температура, которая должна быть, а не теплее. Еще холоднее можно согреть, что делать с теплым, непонятно. И тем не менее, Абухаб, обратите внимание, зайдите на террасу, посидите, вы получите огромное удовольствие, особенно не в сильно жаркий день, естественно. Но есть там место, в которое я теперь влюблена абсолютно точно, Кадыш, сыроварня, семейная, с сифарским евреем принадлежащая. Вышла женщина из очень какой-то богатой двери на улице, я на нее сразу обратила внимание, такой халатик и идеальный педикюр с маникюром. Я про себя думала, боже мой, какой-то халат обтрепанный, идеальный педикюр, маникюр и невероятной красоты такая женщина в возрасте, но красотка. Знаете, бывает такая красота, с которой глад не оторвать не потому, что там какие-то правильные черты, а характер. Мы с ней вместе направляемся к этой сыроварне, и оказывается, что это хозяйка сыроварни. И там работает она и ее сыновья. Вы знаете, меньше всего в жизни я ожидала в Цфате встретить великолепные сыры. То есть на сегодня это точно лучшие сыры, которые я ела в Израиле. Пусть я ела немного, пусть я ела порядка 15 сортов я попробовала, ну и разных сыроварин я, может быть, штук 5 знаю на сегодня местных. Но вот это все равно лучшее. Пекорино какой-то совершенно фантастический. Манчега, ну то есть, вы знаете, ну я прям обязательно рекомендую туда зайти. Причем она кошерная, да, такая правильная. Не все любят эту историю. Я знаю людей в Цфате, кстати, которые борются с этим, живя в религиозном городе. Они не покупают именно продукты кошерные. Это довольно забавно. Вот, вот, алло. Да-да-да, я вас очень внимательно слушаю, у меня текут слюнки на этот сыр. Мне показалось, что мы... Нет, мы вместе. Еще, еще там есть местечко, Цфат славится своей колонии художников. Там очень много, обратите внимание, не ходите по самой центральной улице. Она очень туристическая, с очень туристическими такими картинками, сувенирами. Старайтесь отрисовываться от этой центральной улицы, да, колонии художников. Там вы действительно найдете очень серьезные, хорошие галереи, их искать нужно. Город такой очень непростой, он как будто маленький, это старый город Сфат, да, именно старый город. И он очень здорово путает, у него есть такое свойство. И вот если вы пойдете в колонию художников, обязательно нужно выпить чашку. Тоже кошерное место, естественно, Белла и Жаклин. Чудесное совершенно место, духовитое такое, очень хорошее кондитерское. Там всегда народ, и вот это нужно обязательно посмотреть. Это все, что касается еды, вот для первого раза самое то. И еще такая вишенка на торте, там есть очень недурной ресторанчик, довольно странного названия, Бараке Гехалим. Бараке, это на... вот я за 10 минут до эфира узнала, что это на арабском. Да, я хотела спросить, что это значит. Да, благословенные угли, ни больше, ни меньше. Там готовят все на углях. Очень милые кебабы, шашлыки, вот это все, да, и традиционные еврейские, вот все же всегда ищут, еврейские, израильские, закусочки маленькие, да, все их вечно ищут и спрашивают. У меня самый частый вопрос, а вот куда вот прийти, и чтобы все это заказать, и сразу тебе принесли 20 штук вот этих ложек. Вот там вот это все есть, и плюс еще мясо, очень и очень славное. И все это на углях. На углях, и плюс великолепный вид на Гору Мирон, опять же. Можно сидеть как внутри ресторана, так и на террасе, отовсюду открывается одинаково потрясающий красотный вид. Вот, это вот так. Это прям, знаете, так шлифанули второй прием пищи, да, после уже и десертов. Мне кажется, в Цфате мы не пропадем теперь. Точно не пропадете. Там, знаете, сколько деревьев с фосифлорой, гранатами, фигами, да, смоковницей. Маргарита, мы выезжаем, что я вам могу сказать? Могу с собой пригласить, между прочим. Сейчас буду делать расписание. Мы в сентябре тоже везем вот прогулку гастрономическую в Цфат. У нас там с обедом в галерее потрясающий совершенно такой секретный. А где вы разместите информацию об этой прогулке теперь? Да, Витя, теперь уж. Фейсбук Маргарита Горкина и Инстаграм Исра Реста Мир. Пожалуйста. И думаю, может, мы можем где-то указать. Там это будет сейчас на радио. Друзья, все подписываемся в срочном порядке. Исра Реста Мир. Поддержим Маргариту. Ее хакнутый телеграм-канал Маргарита Горкина в Израиле. Обратите внимание, что если сейчас к вам кто-то обращается через этот телеграм-канал с просьбой денег, то вы ни в коем случае не отзываетесь. Это не Маргарита. Имейте в виду. Ну, а мы будем Маргариту поддерживать. Всегда ждем вас в нашем эфире. Спасибо. Так что все равно дело Маргариты Горкиной в Израиле будет жить. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо вам огромное. С нами на связи была Маргарита Горкина, ресторанный критик, автор телеграм-канала Маргарита Горкина в Израиле, который сейчас, к сожалению, недоступен из-за взлома. Но, друзья, не забудьте Инстаграм. Он тоже крут. Исра Реста Мир. Ну и Фейсбук Маргарита Горкина. Маргарит, спасибо еще раз. И надеюсь, что у вас все эти неурядицы закончатся как можно скорее. Спасибо. Спасибо, друзья. Ну а это «Игра столов» и рубрика на лучшем радио в программе «Руки в брюки». Игра столов. Песень ножа и вилки. Десерт близко.